Субтитры делал DimaTorzok Задание на доске. Повнимательнее. Молодец. Надеюсь, никто не горит желанием испортить себе каникулы. Селезнёва, где ты порхаешь? Если готова, иди отвечать. А что отвечать? Что знаешь, то и отвечай. Ну, Иван Грозный был царём. Дальше. Звали его Иван, и дети его боялись. А-а-а! Селезнёва, дневник. Переэкзаменовка по истории. Переэкзаменовка по истории. И кто это придумал? Экзамены по истории. Подумаешь, Иван Грозный не брал штурмом россианские колонии. Переэкзаменовка по истории. Без муки нет науки. Да знаю я. Попадёт тебе. Папу жалко. Переживать будет. Пришли каникулы, чудесная пора. И не надо просыпаться в семь утра. Победим паприку, отправимся на Марс. А наша школа не спешит от нас. Каникулы, каникулы, прощай, любимый класс. Каникулы, каникулы, мы только встретим вас. Каникулы, каникулы, друзья и развлечения. Да страхуют каникулы, ведь это приключения. Каникулы, каникулы, прощай, любимый класс. Каникулы, каникулы, мы только ждали вас. Каникулы, каникулы, друзья и развлечения. Да страхуют каникулы, ведь это приключения. Каникулы, каникулы, прощай, любимый класс. Каникулы, каникулы, мы только ждали вас. Каникулы, каникулы, друзья и развлечения. Да, здравствуют каникулы, ведь это приключение. Пожалуйста, не толпитесь, космозол закрыт по техническим причинам. Идите домой, домой. Привет, Алиса. Привет. Домой, домой. Папа! Куда все подевались? Бери их, что ли? Папа? Тсс! Робот-зоотехник опять забыл запереть клетку с кустами с планеты Гуку. У них колючки ядовитые. Теперь в засаде сидим. Держи его! Держи! Распустили вас, ботаники! Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа! Тега-тега-тега-тега-тега! Распустили. Сожрёт он тебя. Будешь знать. Держи! Распусти... Я догоню! На чужой коровай, а рта не разевай, переэкзаменовка, пыта! Дурачок ты, дурачок! В зоопарке тебя кормить, поить будут, в клетке будешь жить! Какой ужас! Папа, а зачем космосаологу нужна история? История? Какая история? Вот и я! Бесценные мои друзья! Громозека! Громозека! Девочка, дочка моего друга! Как ты выросла! Метр тридцать! Метр тридцать три! Ужас! Если в восемь лет метр тридцать три, то восемьдесят в тебе будет все четырнадцать! Как же ты влезешь в космический корабль? Во-первых, мне почти уже десять! Во-вторых, земляне так и не научились понимать чумородских шуток! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Астрианский гриб. Правда, по земным обычаям подарки заранее ведь не дарят. Нет, не дарят. Тогда не надо было говорить. А теперь я всю неделю буду мучиться. О-бу-бу, какая нетерпеливая. Ну, ладно. Мой подарок – это путешествие в дебри галактики на планету Калиида. Вот здорово! Держи! Держи! Не убегай! Давай, держа! Стой! Селеснюк! Ты отпустишь со мной, Алису? Такие вопросы на бегу не решаются. Фу, а стоя такие вопросы решаются? Решаются, 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 решаются. Смотри, Селезнева опять с каким-то чудищем. Не смогу я полететь с тобой, Громозека. Как? Только что ты кричала «Ура!» Понимаешь, в школе… Ну, я… Ну? Меня не отпустят. Фу, я сам пойду в школу и поговорю с твоей учительницей. Ой, не надо в школу. Почему? Наша Елена такая нервная, боится всяких пауков, лягушек и других чудовищ. А я тут при чём? Не при чём, но она может тебя испугаться. Меня испугаться? У себя на планете Чумороза я считаюсь первым красавцем. Ты и здесь первый красавец. Но только не все об этом знают. Не обижайся, Громозека. Я не могу с тобой полететь. Ну что, Селезнёва, завалила историю? Космонавт Иван Грозный. Ха-ха-ха. Переэкзаменовка. Алиса! Ты не представляешь, как ты меня подвела. В обязанности уча, уча, чаща, чаща пиши через я. Через у. Через я. По-моему, он накрылся. Нет, ментазом. Наверное, отравился как-то своим ядом. Придётся на каникулах историю учить. М-м-м, а знаешь, кто лучший во Вселенной преподаватель истории, а? Нет. Нет. Знаменитый археолог Громозека с планеты Чумороза. Ха-ха-ха. А что скажем папе? Про двойку ни слова, а только... Слышь, Селезнёва, а где ты яд для дневника достала? Хе. В прошлом году мы отыскали мёртвую планету Калиида. Раньше она была обитаема, но сто лет назад все почему-то умерли. И звери умерли, и насекомые, и птицы, и даже рыбы. Остались одни развалины. Ветер воет, и дождь идёт. А почему они умерли? Есть у меня одно подозрение. Чтобы его проверить, я пришёл в Институт времени и убедил их привезти на Калииду новую машину. Машину времени? Да. Кто-нибудь слетает в прошлое, и если всё окажется так, как я думаю, можно будет и сменить... узнать, какой была эта мёртвая планета сто лет назад. Жуть, как интересно! Что ж тут интересного? На планете нет ничего живого. Жаль, что в московском зоопарке никогда не появится павильон калидеанской фауны. А если животные прячутся глубоко под землёй? Вдруг мне удастся их найти? Скажи, старый хитрец, почему ты так настаивал, чтобы Алиса полетела с тобой на Калииду? Почему-почему? Хочется сделать ребёнку приятным. Ой, не верю я тебе. Не волнуйся, профессор. Я за ней пригляжу. Ну? Ну? Пока, пап! Пока! Может, надо было рассказать про двойку? Погоди, пап. Вот она, машина времени. Привет, громозека! Привет! Степан, непосредственный участник всех исторических событий на Земле. Держи, 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 держи! Ой, одноглазый котёнок. Бедненький. Ой. Профессор Р. На. Действительный член лингвистического общества. Не царапись, пожалуйста. Крупнейший в галактике специалист по расшифровке древних языков. Я так рад, что вы согласились принять участие в экспедиции. Ай, больно же. Алиса Селезнёва. Самый младший научный сотрудник. Извините, профессор. Детский сад. Двуглазая девочка. Бедненькая. Селезнёва Алиса Игоревна. Надеюсь, с дисциплиной у нас всё будет в порядке? Я тоже надеюсь, капитан. КОНЕЦ Вот она, Крида. Похоже на зиму. Внимание! Всем участникам экспедиции немедленно пройти в медпункт. Сами знаете, прививочки, уколчики. Э, не честно. Ты говорил, на Калииде нет ничего живого. Ну да. Значит, и вирусов, и микробов тоже нет. Нет, ничего нет. Но на всякий случай... Громозека, я не люблю уколы. Я их плохо переношу. Я тоже. Но придется потерпеть. Для большего спокойствия я попросил доктора сделать тебе еще и... Дополнительные прививки. Вот спасибо. Это тоже подарок на день рождения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боитесь? Нет. Напрасно, Громозека, все это затеял. А что он затеял? Не знаю. Он всегда что-нибудь затевает. Очень беспокойный тип. Угу. Затеял заколоть меня насмерть этими дурацкими прививками. А ты что-нибудь слышала о космической чуме? Нет. Давным-давно, когда вы, Алиса Игоревна, еще не родились, на Землю вернулась экспедиция из 18-го сектора галактики. Чтобы пройти карантин, экспедиция причалила к базе на Плутоне. Это и спасло Землю от гибели. Все участники экспедиции были больны неизвестной болезнью. Лучшие врачи всех планет пытались разгадать тайну болезни. Против нее были бессильны и лекарства, и толстые стены изоляторов, и даже защитные эскапандры. Тогда ее назвали космической чумой. А чуму удалось победить? Вирус может менять облик и принимать самую разнообразную форму. Я уверен, космическая чума – это разумное существо. Разумное? Да! Когда миллиарды вирусов собираются вместе, они образуют злой разум, который стремится уничтожить все живое. Такая вот история. Что там, капитан? Все тихо. Разобьем лагерь у этого городка. Он называется Лукнянск. Может, на них напала космическая чума? Не бойся, Алиса Игоревна. Чуму мы давным-давно победили. Уже сто лет о ней никто не слышал ни в ближнем, ни в дальнем космосе. Сто лет? Это вакцина против космической чумы. Мало ли что. Как говорят у вас на Земле, от чумы и от сумы не зарекайся. От тюрьмы и сумы. Одно другого не лучше. Идем. Лучше делом займись. Всегда дел полно вокруг. Только не ленись, а глянись. Даже рыбку из пруда не достанешь без труда. Это правда, а не ерунда. Даже рыбку из пруда не достанешь без труда. Просто без труда всего великуда. Брось разговор пустой. Засучи рукава. Ред два. И пусть как девиз простой будут этой песни сладко. Даже рыбку из пруда не достанешь без труда. Это правда, а не ерунда. Поверь мне, ерунда. Даже рыбку из пруда не достанешь без труда. Просто без труда сегодня никуда. Сегодня никуда. Вообще никуда. Да. Этого я и боялась. Капитан, а с чумой можно установить контакт? Никаких контактов. Из лагеря ни на шаг. Току надо запретить пугать детей сказками о разумных вирусах. Дисциплина. И что мне теперь, торчать в лагере? Так никаких открытий не совершишь. Может, эта Калийда вовсе не мертвая? Должен же хоть кто-нибудь остаться. Попрятались и не знают, что мы прилетели. А я их найду, а они скажут, вы кто. А я скажу, мы прилетели вас с участием. А они, вот здорово! А я... А я и спрашиваю. КОНЕЦ 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 Свет? Откуда? Ветряки! Неужели и вправду все погибли? Как жалко! Ой! Ну и трусиха! Спасите! Помогите! Помогите! Тревога! Что случилось? Что с вами? Это! Там! Огромный! Он охотил меня какой-то понючкой! Наверняка ядовитой! Где Алиса? Я так и знала! Алиса! 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 Да! Тихо! 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 Алиса! О, потрудитесь объяснить, коллега, с какой стати вы притащили в серьезную научную экспедицию эту противную девчонку? О, космическая хулиганка! Поливать известного ученого всякой гадости. Меня! Профессора почти всех университетов галактики, почетного академика. Вы преувеличиваете, профессор. Что? По поводу своей известности? По поводу ее противности. Может, и преувеличиваю, но вряд ли сильно. Скажите, профессор, а почему на Калииде все такое крошечное? Почему, почему? Калиидеане были маленького роста, примерно с тебя. Значит, на Калииде я была бы взрослой. Деточка, взрослый – это не... Осторожней. Это не размеры тела. Это знание. И жизненный опыт. Хотите пшикну? Нет! 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 Му-у-у-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это все понятно, но зачем они носили эту удавку? А вы спросите у собак, зачем они носят ошейники? А я думала, мы никого не разбудили. Ну ладно, заходи. Громозека спит? И даже очень громко. Ну и хорошо. А то устроил бы торжественные проводы с музыкой и речами. А мы всего-навсего начинаем опыт. Так, не отвлекаться. Что это с ней? Язык учит. Профессор Р. Уникальная методика. Напоминаю, мы не на полигоне. Если что, тебя оттуда никто не вытащит. Не забудьте привезти свежих газет. Столетней давности это по-вашему свежему? Вот громадьяка обидится, что вы его не позвали. Не обидится. Но ведь в прошлом нет машины времени. Конечно нет. А как он вернется? Он отметит точку, в которую прибыл. А потом встанет на то же место. Сработает автоматика. И все, даже моего участия не потребуется. А если туда зайдет стадо коров? Или залетит птица? Установка не сработает, пока в рабочей зоне не появится тот, кто ушел в прошлое. А если он ранен и не может доползти до этой вашей зоны? Не говори глупостей. Всякое может случиться. Но рассчитывать ему придется только на себя. Пока Степан не вернется, никто не сможет попасть в прошлое и помочь ему. Внимание! Ну вот и все. Приехали. Ну что, что? Держите ваши газеты. Ты в порядке? Нужно срочно всех собрать. Местное время семь часов сорок одна минута. С фасоном костюмчиком мы не ошиблись. Доброе утро. Извините, а где можно купить газету? Какие-то они тут все пришибленные. Вам плохо? Пожалуйста, позовите санитаров. Я донес его до больницы. Это чума. Чушь. Откуда здесь чума? Вот-вот-вот, послушайте. Первые космонавты, вернувшиеся неделю назад на Калииду, все еще попали. Что все? Все правильно. Теперь понятно, как космическая чума попала на Калииду. А им ничем нельзя помочь. Как можно помочь людям, которые умерли сто лет назад? Можно. Ну как? Знаешь, все считают меня наивным и прямодушным существом. А разве это плохо? Нет. В каком-то смысле они правы. Но я умею заглядывать в будущее, а не только в прошлое. Думаешь, зачем я позвал тебя в экспедицию? Чтобы сделать мне подарок на день рождения. Правильно. Но это не все. Я летел на Землю и думал. Вот есть планета Калиида, которая погибла от космической чумы. Так ты знал, что Калииду погубила космическая чума? Да. И ты придумал, как ее спасти? Да. Ну? Ты уже догадываешься? А? Ой. И обезвредила ее. Что тогда? Ха-ха-ха-ха. Чумы нет. Планета жива. Все кричат ура. И миллиард человек спасены одной маленькой девочке. Ах-ха-ха. Как интересно. Ха-ха-ха. Я говорю о том, что нест бегу отidez того жителя планеты Чума-Роза. Вдруг они такие же нервные, как истеричка... Ээээ, историчка. ấEся, нестебрая. А почему тайна? Ах, нет, ты все таки недостаточно умная. Ну, представь, я говорю твоему отцу, Селезнев. Я хочу послать твою дочку в далекое прошлое незнакомой планеты, чтобы она спасла ее от ужасной болезни. Вообще-то мой папа понятливый, но, боюсь, он сказал бы, ни в коем случае. Ни в коем случае! Вмешательство в историю планет категорически запрещено. Почему вы не рассказали о своих авантюрных планах еще на Земле? Вы б меня и слушать не стали. Тут нет никакой авантюры, я все продумал. Эх, Алиса! Она одного роста с калиидианами и сможет под видом местный житель лисы. То? Вы и Алису сюда втравили? Я? Я никого не травил! Алиса опытный человек, она отлично справится! Завтра же покинем Калииду. Любые дальнейшие исследования должны быть согласованы с Галактическим Советом. Все погибло! Ай-яй-яй! Все погибло! Сюда понаедет 700 экспертов. Они скажут, что для всей Галактики слишком большой риск и закроют калииду навсегда! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну вот! Вы же сами понимаете! Я-то понимаю! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Продолжение следует... 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 Ой, здравствуйте! А у вас есть сегодняшние газеты? Ну что вы, дамочка, газеты давно распроданы. Все только о космонавтах и говорят. Там же наш земляк Толо. Полгорода уехала его встречать. А далеко отсюда космодром? Вы приезжие. Да. Да, да, я сразу догадался. Вам нужно в столицу. Они прилетают в шесть вечера. Поторопитесь, поезд отходит через десять минут. Спасибо, я успею. Обязательно! Внимание! Поезд, куплен, столица, отправляются через две минуты. Десять, два, три. Прошу сопровожающим покинуть погоды. Эй, дядя! Ха! Стойте, стойте! Дедастик! КОНЕЦ Здравствуйте. Извините. Простите. Ничего, ничего. Ой. Что там? Я его где-то видела. Прошу. Женщина здесь занята? Простите. А у неё одноглазый котёнок. Ничего тут не трогай. Понял? Жадина. Кура летает. Давайте я вам пришью хвост, профессор. А? Лучше я сам. Ай! То есть хвост, то нет. У меня скоро раздвоение личности начнётся. Родина встречает космонавтов. На космодроме предприняты усиленные меры безопасности. Боюсь, подобраться к кораблю будет сложно. Там уже можно на леталке. Борт-инженер Толо. Станция какая-то. Уже одиннадцать. Что с вами? Мне показалось. Ваш кот себя хвост пришивает. Привидится же такое. Профессор, помяукать для конспирации. Что? Я вас не побеспокою? Немного опаздываем. Киса, у тебя всё в порядке? Попадает издеваться. Вот и хорошо. Сейчас отправляемся. Ну вот. Угощайтесь. Далеко едете? Встречать космонавтов. Я тоже. Там. Мой внук. Ну, хоть в чём-то повезло. Что вы сказали? Я его знаю. Его зовут Тола. Наш Толе. Его теперь все знают. Не плачьте. Мы его вылечим. Кого вылечим? У Толи даже насморка никогда не было. Не то взяли бы его в космонавты. Господа пассажиры, приготовьте билеты для проверки. Я, я сейчас. Ваш билет. У меня нет билета. Заяц? Нет, что вы, это котёнок. Стыдно, дамочка. Платите штраф. У меня нет денег. Мне очень нужно на космодром. Сейчас я вам покажу космодром. Пустите, пустите, пустите. Вам же хуже будет. Ты что? Ты что задумала? Алиса? Нет, нет. Нет! Нет! Доктор. Не подходите. Кажется. Я, собственно, вот зачем. Ой, вы как специалист по чуме. Скажите, тут могли остаться вирусы? Эй, док, ты где? Ах, так тяжело просто сидеть и ждать. Ах, жалко, что мы никак не можем связаться с профессором и Алис. Ой, я, кажется, ошибся номером. Пардон. Значит, это всё-таки ваша затея. Вы громозека. Безответственный чуморосский авантюрист. Я считаю, мы не можем сидеть сложа щупальца, когда там гибнут ни в чём не повинные калийдеанцы. Вы больше не руководите экспедицией. Так что там насчёт чумы? Я её уже подхватил. Что? И вы молчите? Далеко ещё? Километров сто пятьдесят. Может, на леталке? А она долетит? Батарейка новая, должно хватить. Вот что-то не нравится мне это должно. В жизни бы не полез на твою железяку дать ребёнку такую опасную игрушку и не предусмотреть в конструкции ни парашюта, ни катапультного кресла какого-нибудь. Ну, что ты там копаешься? Сейчас, сейчас. Так, держись поближе к земле и подальше от дорог и населённых пунктов. Ой, только не заблудись. Я бы показывал тебе дорогу, но будет лучше, если я посижу в рюкзаке. Кажется, я потеряла. Нет, нет, это даже не детский сад. Это... Это младшая ясельная группа. Ну и что теперь мы будем делать? О, что это? Субтитры создавал DimaTorzok Да, если чума уже захватила планету, польза от них, как от садовой лейки во время пожара. Да, долго мы не продержимся. Вот они, последствия ваших авантюр. Теперь вся надежда на Алису. Откройте! Откройте! Пустите! Прощайте, Хрюшки. Очень неприятно было познакомиться. Сейчас, сейчас. Алиса, сейчас. Господа, господа, я известный... Субтитры создавал DimaTorzok А-а-а! Мышь! За нам, отходи за! Попались, голубчики! Профессор! Профессор! Что там случилось? Что вы здесь делаете? Со свинками разговариваю. О чём? Ну, о чём можно разговаривать со свинками? Об их свинской жизни. А где профессор? Кто? Вы не видели здесь маленького котика? Кого? Который час? Половина шестого. Половина шестого? Половина шестого. Подай его! Послушайте! Алиса! Я здесь! Я здесь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще какой-то одноглазый был Вот он! Откуда такие берутся? Ты мне подерись, подерись! Завтра ж на мыло пойдешь! Стойте! Послушайте, любезный! Я профессор, почти академик, меня нельзя на мыло! Говорящий кот! Подожди! Скоро он еще и запоет! А вы чего ждете? Ты совсем обалдел? Держи их! Деточка! Я тебе не только спою, но и станцую! Ты кто? Никто! А что ты здесь делаешь? Плачь! Ну ладно, так и быть, поиграй! Сегодня в поезде! Это ведь ты был с родителями? Да! Они космонавтов встречают! А меня не взяли! Оставили с бабкой, жадной! А ты чего не поехала на комсадром? Я опоздала! Тетя, не надо, не яви! Срочное сообщение из Центра управления полетом! Программа первой космической экспедиции успешно выполнена! Но посадка отложена! Что? Метеорит повредил радиолокационную антенну корабля! А? Но бортинженер Толо вышел в открытый космос и устранил поломку! Вот как чума попала на корабль! Космонавты чувствуют себя хорошо и передают всем горячий космический привет! По их просьбе звучит их любимая песня! Ох, воры! Зову неба вечно верны! Молода, 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 молоды, молоды! Снова смелых в небо залет! Залет, полет, далекий полет! Там, в гостях, у новых планет, Мы все равно найдем ответ! Была там жизнь или нет! Пусть не ждут нас слезной дали, Но на конечной цели дойдя корабли, Пусть не ждут нас слезной дали, Пусть не ждут нас слезной дали, Там, в гостях, у новых планет, Мы все равно найдем ответ! Была там жизнь или нет! Значит, еще не все потеряно, я их спасу! Ты знаешь, как добраться до космодрома? Мама говорила, что от рынка туда ходит автобус. От рынка? Спасибо! Пока! Эй, Никто! Я тоже хочу на комсодром! На космодром? Все равно хочу! Тебе нельзя, ты еще маленький! А папа говорит, что я уже большой! Для горшка большой! Рынок там? Нет, не там! Возьми с собой, покажу! Тебя как зовут? Болу! А меня Алиса! Субтитры сделал DimaTorzok Мы все равно дойдем ответ, была там жизнь или нет? Все равно вилять я им так и не научился. Крыс, 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 крыс. Иди сюда, покушай. Ишь ты, бесхвостый, одноглазый, нос воротит. Брысь отсюда! Уродик! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Извините. Простите, пожалуйста. Как же мы туда попадём? Зачем? И так всё видно. Ой, это вы! Здрасте! Здравствуйте, милочка, здравствуйте! Откуда у вас мальчик? Это ваш сын? Нет, он потерялся. Мы ищем его маму. Пожалуйста, помогите нам. Найти маму? Увидеть космонавта в Толу. Это моя внучка. Всё-таки вы очень загадочная дама. Откройте. Что у вас здесь? Вакцина. Подержите-ка цветы. Там мой внук! Это моя внучка. А это Боло. Нет. Покажите букет. КОНЕЦ ФИЛЬМА 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 Да, мой внук! Давайте, давайте, Галушку, Макет. Сейчас они уже выйдут. Куда вы опять? Стой! 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 Пусти меня! А что там? Эй, ну, дайте хоть одним глазком взглянуть. А? 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 Что упало? Я была в вашем городе, в твоей квартире. Все жители Калииды погибли из-за космической чумы. И тогда мы решили отправиться в прошлое, чтобы спасти вас. В этом баллончике было лекарство от чумы. Вот так ты мне помог спасти вашу планету. Здорово. Мы всех спасли, а нас за это в тюрьму? Да ты не бойся. Мои друзья обязательно что-нибудь придумают. А я и не боюсь. Меня с твой в чулане закрывали, когда я баловался. А потом все равно отпускали. А я боюсь. Ты же взрослая. Чего тебе бояться? Тебя никто не отлупит. Совсем мне не взрослая. Ну чуть-чуть старше тебя. Ой. То есть почти на сто лет младше. Сейчас у нас на Земле моя бабушка еще не родилась. Ага. И кот у тебя говорящий. Это никакой не кот. Это профессор РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР Р-р-р, миленький, это вы! Ну а кто же ещё? Правду говорящий. После того, что я пережил, не то что говорить, по-кошачьи орать научишься. Тяните решётку. Ага. Прощай, малыш! Какой я тебе малыш! А это правда, что я спас планету? Правда, ты настоящий герой. Хватит болтать! Мама, папа! Мама, папа! Не поймай, не поймай, не поймай, не поймай. Не поймай. Не поймай, не поймай. Не поймай, не поймай. Не поймай, не поймай. Не поймай, не поймай. Один раз здесь уже хотели из меня сварить мыло. Пришлось объяснить, что это не гостеприимно. Боюсь, что эти слушать не будут. Профессор, мне казалось, вы боитесь высоты. Да, ужасно боюсь, но я очень хорошо вошел в роль. Могу даже помяукать. Проклятая диверсантка. Проклятая диверсантка, зачем она это сделала? Не знаю. Не знаю, но в одиночку такие покушения не совершают. Тут целая шайка работала. Ну, попадись они мне сейчас. Крыш, алё, 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 крыш, отсюда! Кажется, обошлось. Переждём пока здесь. Так-так, вот кто, значит, распугал моих птичек. Это не мы. Я ничего плохого не сделала. Честное слово. Похоже, вам нужна помощь. Мне очень нужно в Луклянск. В Луклянск, не ближний свет. Ха-ха-ха, удивительное совпадение. Я как раз собирался в Луклянск на гастроли. Какой у тебя милый котик. Бежим, пока он там копается. Ну, как мы доберёмся? Ну, как-нибудь, сами. С этим иллюзионистом очень рискованно. Подозрительный тип. У нас нет выхода. В конце концов, я руководитель... Держи своего кота, а то удерёт. Профессор, у нас получилось. Мы их спасли. Не знаю. Вернёмся в будущее, увидим. А если там всё так и осталось? Может, это было бы и лучше. Если честно, мне эти аборигены совсем не понравились. Не стоило из-за них так рисковать. Но ведь они попали в беду. Мы должны были их спасти. Ага. Сомневаюсь, что спасённые ловят тебя для того, чтобы вручить орден. Не нужен мне их орден. Главное, что они живы и здоровы. Профессор, а где ваша звезда? Вон там. Малакашта. А наше солнце? А его отсюда не видно. Слишком далеко. В плену космических дождей В холодной тишине ночей Живёт печалью незнакомой Тепло оставленного дома Свет любви Свет земли Всегда со мной Как дом родной Свет любви Свет земли Вы как огни В дороге дальний Мир бескрайний Туманный Туманный Вечный Путь Всегда Влечёт, как детская мечта Как неизведанная Свет любви Свет любви Свет земли Мы помогли Мы помогли В дороге дальний Мир бескрайний Мир бескрайний Мир бескрайний Куда Свет земли Свет земли Свет земли Свет земли Остальная Мир бескрайний Чучело! Привет, иностранка. Как путешествие? Какое путешествие? На космодром. Я тебя сразу раскусил. Фафаля! Фас! Фафаля? Давай, давай, Фафаля! Моя леталка! Туда! Туда! Только не урони меня! Я не хочу на маловарню! Что это было? Все погибло! Все погибло! Ура! Получилось! 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 После того, что я пережил! Планета спасена! Смотрите, профессор! Вы попали прямо на праздник! Может, это в нашу честь? Ну, а чего же они не обращают на нас внимания? Алиса! Папа! Папа! А ты что тут делаешь? Да я-то фауну собираю. А вот где ты и пропадаешь? Громозека молчит, как косяпианский рыкун. Я... Мы с профессором... Здрасте! Добрый день! Действительный член Галактического Лингвистического Общества, профессор, научный руководитель и основатель. Меня зовут... Очень приятно. Папа. Ой, то есть профессор Селезнев. Папа, я историю завалила. Алиса! Но я сдам! Честное слово, сдам! Если бы не твой день рождения... Ура! 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 Алиса, Игорь! Ты, конечно, злостный нарушитель дисциплины. И тебя стоит как следует наказать. Но, если честно, ты молодец. Вы молодцы. А это тебе подарок на день рождения. Узнаешь? Бола! Ласик! Отец-основатель каллидианской фантастики. Занятно, кстати, пишет. Позвольте? Ага. Так. Вот показался корабль. Люк открылся, но вместо героев-космонавтов из корабля показалось огромное чудовище. Медлить было больше нельзя. Я оттолкнул полицейского и бросился на зверя с криком за кальиду «Ура!». Какая чепуха! Ну, уже знаете, профессор, как их литераторы любят приврать. Три-четыре! Поставляйся! С днём рождения! С днём рождения! Дуй. Помочь. Ой! 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 Поехали! Поехали! Тебе привет! От фокусника. А откуда он тебя знает? Поздравляем! С днём рождения! Улыбайся! Не грусти! Пожелаем День рождения! Счастья, радости, удачи И любви! Сднём твоя Улыбайся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok